Зона боевых действий в Курской области, исходя из заявлений как украинской, так и российской стороны, продолжает расширяться. Накануне вечером появилось видео, как украинские военные снимают российский флаг в селе Внезапное Кореневского района, если есть возможность у нас его сейчас показать. И вот это, по сути, последний населенный пункт в этом районе. Дальше уже идет другой Глушковский район. О расширении зоны боевых действий к его границам сообщает, например, приближенный к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь». Давайте вот посмотрим еще на один участок. На карте еще вчера он был в два раза меньше. За сутки ВСУ продвинулись в село Викторовка и, собственно, Внезапное. Также украинские военные зашли в населенный пункт Краснооктябрьское. И это тоже у границ Глушковского района. В Рио губернатора Курской области Александр Смирнов накануне вечером сначала объявил об эвакуации Глушкова, а поздно ночью уже об обязательной эвакуации населения всего Глушковского района. В СУ утверждают, что за прошедшие сутки продвинулись вглубь Курской области еще на 1-2 километра. В свою очередь Минобороны России заявляют, что отразили в регионе 6 атаки, нанесли поражение 4 бригадам ВСУ. Собственно, сейчас вы видите подтвержденные кадры села Плехово, которые тоже заняли ВСУ. Украинские военные на улицах и реакция местных жителей. Слава Украине, кричат Тыркинь. Вот и первый местный житель. Напуханных торгов. В своем репертуаре, Рашка. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе Зеленскому заявил, что за сутки в Курской области в плен взяли еще больше 100 российских военных. Минобороны России эти данные не комментировали. Проверить эту информацию мы также не можем. Тем не менее, украинские военные опубликовали видео, на котором в одном из сел ведут, как утверждается, 30 плененных российских солдат. Российские журналисты из «Новой газеты Европа» и издания «Важные истории» установили имена 30 срочников, пропавших в Курской области с начала наступления ВСУ. Срочники, которых удалось найти, например, важным историям, служили в 488-м полку воинской части 12-721, дислоцированной в Клинцах Брянской области. Связь с ними родные потеряли в первые три дня наступления вооруженных сил Украины. Ну а в Американском институте изучения войны после анализа спутниковых снимков заявили, что российские военные строят новые оборонительные сооружения, чтобы не допустить дальнейшего продвижения ВСУ. Кадры, которые вы сейчас видите, опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. Это видео с нагрудных камер украинских военных, которые передвигаются по городу Суджа Курской области. Украинские журналисты побывали в Судже накануне, в сюжете украинского телеканала «1 плюс 1», например, показали, как ВСУ снимают российский флаг создания местной школы-интерната и привозят гуманитарную помощь. Журналистка Наталья Нагорная рассказала, что около города видела разбитую российскую военную технику. В самой Судже, по словам журналистки, еще остаются местные жители. На кадрах видно, что они укрываются от бомбежек в подвалах. Нагорная утверждает, что люди, которых они встретили, говорили, что их не предупредили о том, что они должны эвакуироваться, их просто не забрали. У некоторых осталось мало еды. Далее без комментариев. А вы тут живете? Здравствуйте. Они просто уехали. Просто. Просто. Даже не объявили об эвакуации. Просто уехали. Собрались и уехали. А сколько людей осталось просто без средств к существованию. Без воды. Согласно заявлениям российских властей, эвакуировать удалось около 120 тысяч человек из 200. Глушковский, Рыльский, Кореневский, Беловский и Суджанский. Это те районы Курской области, из которых, собственно, была объявлена эвакуация. Ну и вот, что рассказывают те жители, которым удалось все-таки выехать. Гремело, это как бы громко, дроны летали. Мы на работу ездили, не знали, уже едешь и боишься, приедешь домой или нет. Во двор страшно было выйти. Они и во дворе, и над домами, везде. Людям говорят, эвакуируй, чтобы выезжали. Мы не могли никому дозвониться, чтобы люди могли выехать. И куда ехать, где эти автобусы, куда мы, никто ничего не знал. Потому что нет ни связи, ничего у нас. Если по-честному говорить, ситуация сложная. Никто там не выгонит за один день-полтора их. Потому что чем больше времени, тем лучше они окапываются, и тем сложнее будет оттуда выбить. А чтобы их выбить, надо наши все дома все сломать, разломать и разбомбить. Короче, жить у нас негде. Ну, ничего не осталось. Одна из целей наступления ВСУ в Курской области, это создание так называемой буферной зоны, которая могла бы оградить приграничные украинские населенные пункты от российских обстрелов, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Речь здесь идет о Сумской области, которая примыкает к Курской. Клименко утверждает, с начала лета российская армия нанесла более двух тысяч ударов по региону. Свои дома там вынуждены были покинуть десятки тысяч человек. Владимир, к этой минуте у меня все.